Замена уличного фонаря на первый взгляд кажется лёгкой. Поднялся на вышке, поменял одну лампу на другую и готово. Увы, это совсем не так. За смену электромонтёр поднимается на высоту несколько десятков раз, учитывая различные факторы. Сложность работы в том, что демонтаж старого светильника бывает затруднён. Мешают часто погодные условия, жара, которая была, ну и дожди. В зимнее время это снег, слякоть мешает. И всё в зависимости от вышки, какая будет вышка у нас работать, где место установки получается у нас вышки, разложить, сложить вышку. Каждый подъезд к светильнику, высота светильника, где находится светильник, замена его. Приборы света постоянно совершенствуются. Этот процесс легко прослеживается, начиная с момента появления обычной лампочки. В современных условиях замена натриевых ламп на светодиодные приборы сегодня является довольно актуальной задачей. Именно поэтому в городе было принято решение заменить натриевые лампы на световых опорах на светодиодные светильники. Это позволит сэкономить денежные средства и улучшить освещенность улиц. С начала года установлено по городу Бресту 1849 светильников. В настоящее же время по Бресту светодиодных светильников установлено 7263 единицы. Планируется к концу текущего года еще установить порядка 3000 штук светильников. Работы производятся по улице лейтенанта Рябцева, где необходимо заменить 328 светильников. И, соответственно, в Московском районе работы проводятся по улице Луцкая, где необходимо произвести замену 50 светильников. Далее работы будут продолжаться планово. Это будет проспект Республики, Ковельское шоссе, 28 июля, писателя Смирнова, Домковская, Сябровская, Рябинова, Стофеева. Также центр города – это Гоголя, героев обороны Брестской крепости. То есть все транспорты и артерии города Бреста фактически. Новые светодиодные светильники не только обеспечивают необходимую освещенность улиц и дорог, но и формируют неповторимую атмосферу современного города, в котором отдыхать приятно и безопасно. К слову о безопасности, благодаря освещению дорог и улиц количество ДТП уменьшается на 30%. Светодиодные светильники, которые меняются вместо светильников с лампой натриевой, они потребляют в два раза меньше электроэнергии, что позволит сэкономить денежные средства. Это в первую очередь. А второе, что новое освещение, оно светодиодное, что обеспечит более безопасное движение в темное время суток и, соответственно, поможет снизить количество ДТП. Вся та работа, которую проделывают в городе над Бугом работники дорожных эксплуатационных служб, делается для того, чтобы людям жилось уютно и комфортно.